Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Проект покинули еще три человека. Это Таня Родионова, а также новенькие парни Евгений Шульга и Андрей Дубков. Их приход только что показали в эфире. Таким образом, за последние четыре дня с проекта по разным причинам ушли семь человек. Видимо, руководство решило обновить состав участников. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На Олимпе были Снежана Камбур, Ирина Александровна Огибалова и Оксана Рязко. Ходят слухи, что Оксана хочет вернуться на проект. Также на ток-шоу присутствовала приглашенный психолог Наталья Толстая. Любимчиком она подарила свои книги. Психолог подняла тему крика и оскорблений в отношениях между мужчиной и женщиной на примере участников проекта. Объяснила, почему люди часто обижают именно близких и родных людей, а с посторонними не позволяют себе такого. Катя Король все мастерит подарки для Дениса Козловича. Она хочет вернуть былые отношения. Катя пишет, сделала Денису подарок, потратила двое суток на эту работу, а он не оценил. Зато Сашеньке Артемовой очень понравилась футболка, теперь она ее. Я счастлива, что у меня на проекте есть настоящая подруга. Не везет в любви, но повезло в дружбе. Колян Должанский устроил вечеринку для Русланы Мишиной в честь ее шестимесячного срока нахождения на проекте. Руслана пишет, я очень благодарна проекту, так как действительно, находясь тут, очень многое осознаешь. Учишься на ошибках своих и чужих, и главное, меняешься в лучшую сторону. Именно поэтому очень не хочется расставаться со своим вторым домом. Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко отметили пять месяцев отношений. Дима подарил своей девушке телефон взамен того, который выбросил в океан во время ссоры с ней. Рапунцель пишет, «Столько я натерпелась и вытерпела. Дима говорит, что у меня железные нервы. И как я умудряюсь столько всего терпеть?» Бывшая участница проекта Татьяна Кирилюк презентовала свою дебютную книгу «Синдром Маркизы Пампадур». «Была очень-очень рада видеть гостей на презентации моего первого детектива», пишет Татьяна. «Спасибо за положительные эмоции. Надеюсь, книга будет для вас увлекательной». Эту книгу можно купить в магазине, но продавцы говорят, что спросом она совсем не пользуется. В семье Пынцарей прибавление. Даша родила сына. Мальчик появился на свет 15 мая почти в 6 часов вечера. Вес ребенка 2,730, рост 50 сантиметров. Даша не может сдержать эмоции. Она пишет, «Я сегодня плачу целый день от счастья. Не могу выразить эти эмоции». Сергей Пынцарь, который находился рядом с Дашей в момент родов, написал, «Ура, свершилось. Я второй раз стал папой. Это непередаваемое счастье. Спасибо тебе, моя женушка. Ты у меня большая умничка. Очень люблю тебя и ценю бесконечно». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!